давай давай запишем чё-нибудь всем привет дорогие друзья всем привет с нами как обычно почти как обычно почти как обычно с нами сегодня москаль он всегда в нашем сердце на обзорах чтобы сказать что все плохо сегодня и с нами в лично так сказать ну чтож ты будешь показа давай ты не играл я играл я и не играл но я сейчас вот пробежал пару раз и я не очень доволен конечно этой картой пойти сразу начнем с того что ну старт у нас соответственно арт стартом да ничего не название карт скажи это люди не знают может а ну beatrix by карта beatrix лоу паркап 386 здесь даже кстати перед жарную может ну я не знаю я не делал мне кажется это в этом этом это нет смысла никакого все мы в общем то посмотрим на триггеры сразу со старта становится понятно кто маппер да как бы у beatrix и всегда какие-то проблемы всем и вот этот ндц не дотянутых триггеров мы ее еще встретим есть в общем то у нас прыгаем прыгаем я не знаю в кутре можно дословить наверное это туда конечно но сложно значит если мы всем дано короче есть об есть такие странички просто пропрыгиваем от из здесь наверно бы облетаем сверху да как-то ну да по возможности и появляются у нас плазма появляются мишени которые нужно жмякать чтобы эти мишени нас подкидывали собственные вся карта и финиш финиш ты уже заметил да а насколько толстый триггер не очень толстый да ну вот как вот эта полосочка на полу да ну это то я не знаю ну давайте логично рассуждать вместе с beatrix как бы я не хочу сейчас типа разъебывать так скажем beatrix за маппинг но блин ты делаешь кнопку которая подкидывает и и причем до потолка подкидывает да прям конкретно если у тебя много скорости ты цпм ты неизбежно будешь перелетать кто-то в комментариях писал типа перед перелетаю триггер я тебе такой чё где там типа на финише что оказалось все очень просто я не знаю ты бы еще его меньше сделал вот сюда типа опустил вообще на уровень прыжка вы блять опустил было бы классно вообще в таких случаях если ты не хочешь например чтобы я не знаю если ты не хочешь что что-то чтобы триггер был стоял как обычно можешь постелить его на пол и тогда time сводится к другому чтобы тебе типа как можно сильнее удариться в потолок здесь даже я не знаю тут как-то не не регулируется высота после этой кнопки в общем то не очень красиво получается не очень логично а жди не сзади взятие вверху и мы подожди внизу этот рамочка слева с ним можно по-разному подлетать если подлетать низко и потом стрелять это больше ниже подлетать как бы тут либо приседать перед соприкосновением с потолком контрол нажимать и таким образом чуть дальше будешь лететь ну так понял да ну допустим да но сделать араб побольше что ли я думаю в кутри от чуть-чуть большей рампы не умрут в целом чуть-чуть поострее сделать но не знаю ну непонятно какая идея была возможно биатриксу просто похуй поэтому не дотянул триггер но я думаю что в радиании нет ничего сложного в том чтобы выделить триггер и вот так мышкой потянуть так жик до потолка и все в этом меньше секунды я не знаю немножко напоминает обзор зерга ну ладно извини не ну биатриксы всегда такие проблемы и всегда какие-то не за если пойти поиграть карты биатрикса там всегда почти везде где-то можно вылететь за карту скипнуть блять чекпоинт скипнуть финиш скипнуть еще что-то найти какую-то срезу у биатрикса есть хорошие карты они геймплейно хорошие вот это все но я думаю что ему надо более внимательно относиться непосредственно к процессу здания и думать обо всем уже сколько лет биатрикс маппет а все одно и то же в общем-то мне карты биатрикса в целом нравится как бы я просто еще раз напоминаю биатриксу что ослаблялся а еще вот этот короче спейсинг да на рампочку если делать об наверно но на какую рамочку там их две кстати а то сейчас про это скажу удача с коллицы но топ-2 свою дорожку расскажет ну как смогу бьешься потолок и опускаешься вниз короче значит начнем подробный разборей так сказать так 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 как сказал уже егор тут у нас узкий старт при джампом по про ну бессмысленно при джамп делать то есть очень узко поэтому просто начинаем с прыжка с прыжком ой так сорян так вот значит мы видим что-то цирку даже сделать сложно потому что узко и вот этот столбик он мешается под нужен циркл сделать вот немножко так вот по дуге либо идеально касается этой стенки и делает такой микро вал строев то есть касаюсь и а тут нельзя прислоняться прям плотную делаем сейчас в виду вас был строев и таким образом нам это дает возможность набрать больше скорости вот и вот падая по диагональке мы ловим эвербаунс но тут хочу обратить ваше внимание на такую вещь эвербаунс можно словить только вот на вот этой поверхности ограниченной то есть если вы захотите вдруг каким-то образом прострефить по центру и словить его здесь вас то сделать не получится чем это обусловлено я не понимаю что мешало сделать просто вот по такому месту эвербаунс как считаешь егор это косяк я считаю не дотянул не ну почему ты делаешь ты делаешь пол на который дедектор показывает эвербаунс стандартный почему не сделать полностью на полу я не понимаю ладно идем дальше но это такой же вопрос как типа вот он не дотянул потолок на триггере а почему бы тебе пол не дотянуть давай ты будешь просто под триггером проскакивать типа это тоже точно такой же вопрос ну типа блять делаешь делай нормально на самом деле вот и ответ так но сейчас мы про цепим пока рассказываем там заводом у которой про к 3 подробно в этом месте расскажу значит цпм что у нас тут есть у нас такая штука на которую надо прыгать потому что это дает возможность пройти по верху карта то есть сюда и еще можно сразу туда улететь вот видим вот эту рампочку видимо ту эту рамочку можно прыгнуть сюда сюда и улететь наверх сразу дабыл дам этот рамочки у меня ни разу не получался то есть если я пойду сюда сюда я не знаю почему видимо такая рамочка я хрен назад я и пацан перелетал то есть я пытался здесь дабыл дам проходить ну я перелетал честно было низкая она видимо очень низ когда это бажом они никак не получалось а также видим этот падик который можно сделать добыл жам также перелететь эту штуку вот и в принципе тут все по элементам основным это балка тут можно упасть нам тут ничего не дается так видимо такой резкий заворот но егор упорно игнорировал эту синюю штуку а это что а это телепорт я не игнорировал чудо для меня оставила я она для выкутришников наверно нет почему в цепи много скорости а ты обрати внимание она пустит она сохраняет скорость да и твоя вертикальная скорость будет приплюсовываться горизонтальный ты вылетаешь отсюда очень быстро поэтому в цепи это тоже очень не забильно и если падать максимально туда сверху то у тебя очень хороший буст будет это важно так идем дальше у нас сейчас я сохранюсь тут такой прикол а сейчас подожди небольшой моментик вот так и пораньше вот здесь триггер он нам дает одну плазминку и в кутри ну кудрища сразу скажу если упасть сюда они в цепи он тоже c2 30 плазмы а я думал а вот сейчас скажу я думаю как то можно будет плазмить по стене здесь но тут сразу триггер отбора поэтому это неюзабельно здесь есть площадка на которой можно сделать boost но тут и так скорости много в цепи поэтому делать падение потом boost это невыгодно в общем забейте но просто чтобы вы знали дают рис поздно можно по стене ползами здесь нельзя но вы можете долететь проще а смотри косяк еще я пересек триггер я вернулся мне дали плазму патроны но не дали саму пушку понятно дома так понятно то есть почему не дать и пушку там почему дает только типа первый раз я падаю он дает только точнее пирасы прохожу он дает и пушку и плазму потом дает только плазму ну типа ну ладно окей вообще-то очень легко делается в радианте типа при падении в телепорте вы просто дают плазму и одну плазминку например каждый раз когда ты падаешь и ты их не можешь настакать это очень просто делается я не знаю типа сейчас наверное в комментариях напишут что ой типа блядь beatrix а типа загнобили вот это все просто все эти моменты то что мы перечисляем это все мешает играть по идее потому что особенно финиш как бы если у тебя там на хороший тайм идешь и ты из из-за того что маппер кривой а не ты фейлишь типа рекорд это отбивать желание играть карту вообще это все эти моменты чтобы маппинг был чистый красивый это все очень важно на самом деле а на самом деле мне вот эти моменты особо желание карту играть не отбили мне карта понравилась но конечно доставляли некоторые моменты неприятные особенно финиш который ты каждый раз боишься перелететь так мы собственно говоря дошли до ключевого момента в цпм это поворот вот этот на котором у тебя скорости примерно по 1600 если нормально проходить вы ну моей дорожкой тут нужно очень четко и очень грамотно сбросить скорость тут есть такой уступчик на который ты залетаешь вот сверху ты с этой рампе летишь быстро и на этот уступчик падаешь и очень сложно попасть именно вот сюда вот не варьировавшись вот сюда вот и можно либо скимить этот уголочек либо просто сюда падать это очень техничный момент поэтому на этом моменте будет основной тайм у всех но дальше мы скачем 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 ничего особенно стрейф 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 максимально идем узко по траектории желательно то есть я вот это полочек скимил вот так вот аккуратненько скимил вот и тут такой момент что в эту кнопку желательно стрелять как можно раньше чтобы повернуть тоже как можно уже по траектории то есть нас тут вот такой заворот и желательно не врезаться в эту стенку и завернуть сразу вот сюда вот на финиш и хочу обратить ваше внимание ну на эту как бы выемку то есть здесь тоже можно принципе облетать чтобы не врезаться сюда но я проходил вот по такой траектории я пролетал вот здесь вот но потом я когда смотрел демки понял что можно было пролетать макс еще уже но я этого не нашел и либо не дотестил немножко тут конечно облажался и финиш который у квазара он давал чуть больше там буквально на 50 может быть на 60 к времени вот так про способ прохождения сброс скорости здесь скорость большая мы же идем тут примерно 1100 1200 данным на завороте надо сбросить скорость чтобы не врезаться а я столько способов люди нашли сброс скорости поэтому основные мы все увидим даже те которые я вообще не предполагал для использования конечно интересно вот залетаем наверх ну и финиш так то я еще не сказано финиш перелетается да это его рассказал вот что еще сказать но я попробую быстро пройти в цепи м потом у к 3 покажем вкратце циркл можно делать лусарик можно делать вот стрейф поймать вербаланс особом это мем из 2000 какого какого ну помнишь про вербаланс не знаю а что документ кстати интересный кто не знал сейчас покажу если падать на поверхность за стопом то вербаланс поймать нельзя я в к 3 что-то запарился по этому поводу думаю почему не не у меня не ловит вербаланс почему почему касс присмотрел демки я часто падаю за стопом сюда и вербаланс не ловится так сейчас чуть я ну он так сойдет и падаем крутые что а по не ловим ничего нормально блин это как мне в онлайн не играется егор да может они онлайн вот такой а еще важно начинать как можно дальше а чем дальше старт начинаешь тем сложнее делать цирку потому что эта штука мешает право вот вижу я задеваю то есть тут такой тонкий момент что надо вот прям вот идеально сделал цирку делай правый цирков блин неудобно тут когда у тебя большая скорость и нет выбора кроме как проходить поверху вот я не знаю я для себя не нашел ничего такого правый циркл да как вариант но там мило не сделала положим эти заворачиваем крутые крутые и на финиш вот такая карта в цпм ничего покажем в кутри сейчас я завод и так вот ноль так в кутри шоу нас в кутри в кутри у нас сложность основная была в том чтобы долететь до овербаунса потому что он ну не сейчас просто рефил довольно средний но все равно и что далековато согласен со мной соглашаемся соглашаемся он долетел так в кутри тут очень интересный момент с этим местом тут три способа прохождения которые мы нашли точнее enter нашел первый способ обычный просто разгоняемся разгоняемся и падаем вот на эту рамочку ударяясь об эту наклонную стену так еще дальше пройдем если мы проходим по низу значит мы должны как-то забраться наверх тушь по траектории надо как можно уже проходить поэтому прыгаем цирком сюда и вот так наверх сейчас не буду зарачивать тут довольно технично надо сделать все надо прыгать отсюда как-то вот так вот и вот так вот получилось так ну-ка я метить телепортирует наверх до телепортирует второй роут который я юзал это соскальзывание вот с этого уступчика вот на этот уступчик и таким образом мы будем проходить по верху так то есть мы прыгаем сюда 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 скинем от уголочек ну или вылетаем аккуратно туда и туда вот это было очень сложно но я это сделал демки вот и довольно сложно сделать так чтобы соскальзнуть с этого уступчика и сохранить можно точнее не так сохранить нужное количество скорости чтобы не улететь нафиг мимо и не вредствовать в эту стенку и чтобы хватило скорости потом пропрыгать вот и все дело довольно техничный момент так и третий способ который никто не сделал это ловить air bounce потому что не все ловили air bounce в к3 и делать минус прыг падая не касаясь вот этой штуки сразу сюда тут делать циркал вот я так потестил и я ни разу так не сделал вот и забил я делал второй способ можно слишком сложно да это очень сложно было сделать поэтому пофиг так у к3 также сохранять телепорт скорость мы тут стрейфим 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 да вот эту штуку надо огибать сейчас я что так лучше а он не дает разогнаться плазма то есть мы сказать она зам не дается понятно доставать самолично и без пушки и рэш что ли не понимаешь когда зам находишь телепорт не дается то есть триггер работает один раз только я понял у тебя пушка отображается да так ты не видишь что ты с гантлетом прыгаешь или чё не я просто задумался на секундочку нормально не ну ты чё ты нормально так здесь нужно просто цирком заворачивать тут ничего особо такого интересного просто заворот здесь тоже важно было рассчитать прыжки таким образом чтобы максимально узко пройти и нужно было тоже уголочек скимить вот и приземляться вот сюда часто вокруг 3 я падала вот эту ямку потому что по траектории прямо вот ямка получается нужно было сюда приземляться тут кстати мы видим такой клип вот то есть казалось бы можно вот эту стенку коснуться тут клип не знаю зачем это было сделано как бы дизайн заклипил ну и ладно просто мне изначально казалось что эту стенку можно не взять в q3 но потом оказалось что нет прыгаем прыгаем вот и в q3 у нас такой момент что резкий поворот поэтому нужно полностью остановиться и вот таким образом залетать вот и желательно набирать на земле скорость какую-то чтобы лететь ну не с нулевой скорости а вот уже с имеющейся вот эта херня в q3 очень сильно мешал об этом нужно было так вот приземляться чтобы не касаться этой штуки ну блин короче короче егор короче все четыре минуты хороший тайм вас как да и достойно так сказать три хардера все а тут про сбор скорости просто мы приземляемся на землю тормозим об землю все тут ничего особо такого нету вот тут можно пролетать вот тут можно пролетать в общем кто как ухитряется тот так и пролетает и в целом это все по ваку 3 есть что-то еще добавить ну есть что-то мне сказали будем выдаем как увидим просто это и все да я всегда так делаю вот топ обзорщик так хочу мне типа это надо либо готовиться к обзору заранее подготавливать сценарий либо не парить себе мозг и говорить уже на демках в чем проблема все все смотрим демки тогда так как будем делать со стримом давай решать со стримом ништяк начнем как мы с ваку 3 до а начнем с поражения москаля ваку 3 ну я потом скажу что что-то меня сразу обвиняешь не знаю что ничего ладно окну без оба но видимо он не долетал до него то есть он еле долетел с этого со следующего падика телепорт не использует но по скорости мы даже то выгоднее получилось что он как бы срезал траекторию хороший ground фрейму такие довольно дергается дергается волнуется чуть-чуть и поторопился врезался ну хорошая демка чистенькая ну кроме конца тогда вы его а он все вижу даже начинал как можно ближе к старту чтобы словить вербаунс ну таки ладно главное что словил по идее на то есть чтобы использовать телепорт нужно было перелетать там этот уступщик который мешает прямому заходу в телепорта да это выгодно а если ты не можешь оперативки вот останавливаешься делаешь цирку финиш хорошие вот выиграл поэтому как радио кала 29 и 8 так начинает уже подальше но делать плюс прыжок то есть опишни не ловит а включенную оба нажми детектор учены о можно и тогда как вариант но мне кажется если ты уже запрыгнул на верх и ты набрал какую-то скорость уж лучше продолжать в телепорт прыгать уж на тебя перенаправляет еще накидывает вертикальную скорость это выгоднее согласен со мной спроси если кала согласен я-то согласен а да не сказал в конце давалось больше плазмы и можно было чуть-чуть помочь плазминками но это так не критичным прям перед финишем такое по идее там стена наклонная по ней сложно плазмить поэтому слабо и забильно так фрейм в фрейм джи и ч хай и зуба многие может и не видели вообще что там об типа но я тоже у них сразу заметил не вообще я думаю в наше время так сказать в двадцать втором году можно текстуру оба например и текстуру слика как-то по-другому делать чтобы было понятно что это что другое то другой пол признак хорошего тона а еще признак хорошего тона дотягивать триггеры хорошая дамочка чистенько 26 томми уже от края но многие от края стартовали чтобы долетать видимо до оба но да но я видел демки у некоторых оба выключены вообще поэтому они могут у томи выключил вот кстати можно кнопку стрелять по-разному и зависимости от какого ти спейсинг нужен ты стреляешь либо раньше либо позже но я что в цепи м штук в три сразу стрелял по хорошую финишка у всех финиш лучше чем меня если чё я потом расскажу пиши когда стримы он стримит в уют сервер twitch tv happy игрушка я заходил даже пару раз уже правда но я на канал заходил не на стрим стрим не застал еще пока все предпочитают это игнорировать телепорт но тут я думаю тяжело потестить некоторым игрокам типа быстрее это не быстрее забивает наверное все типа для хорошего теста нужно же и хорошее прохождение да но если даже подумать логически у тебя дальше длинная прямая которая как бы есть ты начинаешь с большей скоростью у тебя скорость постоянно как бы наращивать чекпоинт и логично что скорость нужно как можно больше иметь начале комнаты поэтому ну не знаю ладно ладно 28 4 пашка это кинематикой седьмой класс сейчас бы димон подтвердил по через верх смотри ухты изи сушно это не изи то есть он делал это не со скальзыванием с дополнительным прыжком это проще но этом чуть медленнее хороший ниш хороших зацепил полин качество у антон петрович здравствуйте 28 и 2 хороший стрейф антон петрович антон петрович в принципе всегда так он вообще-то антон петрович если захочет он нам тут всем о я врезался о финиш какой поторопился очень жаль матч от 27 9 о почти по моему идеальный вербан стоил то север ванс может быть по разному на разной скорости иначе спаму идеально словил но тоже решил не заходить телепорт может быть не окупается это лишняя скорость я не знаю я прям точно не то есть у меня скорость была гораздо больше поэтому моем случае очевидно окупалась тоже хороший финиш ну смотри тут можно финиш сделать сейфовый и по длинной траектория можно сделать попробовать покороткой и опасный финиш посмотрим потом аренд он тебе не писал ничего как правильно аренд или агент как его понятно что агент правильно все это понимают что тут писать то мой хороший гаев наверху видео качестве там кстати микро рамочка перед падиком у телепорта я тоже можно использовать она будет на скорость дает ну неплохо неплохо в конце траектории хорошо все срезал чтобы финиш сделать удобнее гораздо фармаз тофу топ-3 поздравляем поздравляем тофу олов не смотрит на я смотри куэрбаус хороший ну вот первый способ в идеальном исполнении как я рассказывал не долетает до схема айт видел он заступил это был один способ чтобы не упасть в ямку и финиш очень хороший получился молодец так и подожди сейчас важно сказать подожди стой 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 смотри тут сейчас топ-1 и топ-2 будем разное исполнение и прикол в том что я первый кунт прошел на 400 или 500 быстрее чем да мне тлает и тут важно отметить что overbounds можно и использовать для топ-роуд и не использовать то есть структура карты такая что overbounds как бы мешает тебе во многом и без overbounds можно сделать тоже относительно топовую дорожку и довольно быстро сейчас мы это увидим давай показано что отчет отчета оправдываю оправдываешь это важно подожди сейчас тут еще подожди это важно ну чё говори чего я не буду просто даем как говорить то все хорошо что я тебе скажу про вот сделал вот тут вот я немножко облажался по зонам я не сделал с ким имя траектория пошире получился смотри какой финиш да могу полгу финиш получше могут а я тебе скажу я играл два часа я сделал порно на цпм вообще конкретно я играл два часа в уку-3 посмотрел что и звер и как первый раз сделал 25 сразу забил тут не был чекпоинт огромный плюс из первой комнаты я просто водонес кое-как и забил вот такие дела нормально ну второе место москаль поздравляем спасибо все еще все еще не первое мысль я был в уку-3 первая на прошлом больше ну не на этом же варкапе москаль ну я думал на халяву выигрываю но и на халяву не получилось димон играл до последнего диман красавчик поздравляю димана от всей души стоп один уку-3 красиво 25 и 5 до округа дима часто удивишься смотри опа ну по идее там два прыжка типа с этой скоростью нет но что делаешь как бы плюс полпрыга и это зато стабильнее и смотри как у них финиш жесткий во и вот тут он все выиграл да красавчик красиво диман молодец да поздравляю и реально как бы топ-1 без оба и как это понимать то есть карта рассчитан паттербан сипе топ-1 без оба егор оба для слабых я бы так вот вот 6 и 0 за счет 2 лабин и подожди оба и на этой карте для слабых давай так а как ну звезда что-то новички у нас на вич да ну я бы рекомендовал сразу новичкам начинать циркла то есть первое что должно сводит цирку джанк есть его не осваиваешь то дальше скакать нет смысла ну и стрейфами пока работать не умеет только через кнопку вперед но это придется временем смотри гайды от егора так сказать не слушай москаля звездочет на циркал на циркал пока можешь забить подожди москаль ну не спорь со мной ну зачем ты споришь со я для этого тут и нахожу чтобы спорить с тобой короче забиваешь на циркал играешь стрейф любой привыкаешь к мувменту а потом уже трочишь цирклы 22 и 3 наил спросишь если чо космонавта звездочет он тебя расшифрует послание такси так проходил без оба огибал мне кажется лишнего там можно будет долететь и так перед телепортом хотя да можно было сбрасывать скорость об стену то есть там такая структура что можно выращивать по стене как вариант но хотя а а и там короче я не посмотрел такая высота можно и долететь перед перед телепортом на уступ без деблджампа я вот это не проверил то есть может он не зря огибал но это ладно понял да чем я говорю так волка но и чудо волка но и слабенько отправляет последнее время что случилось волка но и ты же вроде хорошие отправлял тоже я бонус не делал зато порох смотри немножко забросил скорости или поворота принципе это делать было не нужно ему скорость позволялась вернуть без потери скорости ну решил так ладно может испугался туда но финиш конечно можно было бы и получше но так best rx 8 смотри начинал как можно ближе к старту чтобы да они чё не оба выключены зачем-то на близко так начинал ну ладно увидел чтобы долететь просто ну так и шел вопрос справа зачем смучиться слева если не дешевле баунс мучиться он не мучился просто стартовал и раньше и все но это хуже по времени получилось надо это понимать я думаю что основной таймсэйф вот у этих всех ребяток наверное там давай возьмем до кузлеха до тех у них основной таймсэйф это просто более чистое прохождение ну не могу не согласиться если у них нестабильно в принципе стрейф получается и спейсинг нестабильный им стартовать раньше позже это вообще никак не как бы не решает в их случае понятно что это быстрее я надеюсь что они понимают что это быстрее но я от себя как бы понимаю что это если им всем говорить что типа слишком рано старт но можно говорить слишком рано старт ну не рано начать слишком близко к старту но я не думаю что это решит их проблемы типа хорошо я скажу управдание что возможно им просто было неудобно делать циркл потому что очень узкий старт как вариант ну может быть не знаю там не витали старты поуже и не знаю чё тебе неудобно на самом деле ну я не очень в цирклами на самом деле ну а свой яс надо осваивать циркл и москаль да я записал себе да вот звездочет освоит цирку и ты освоить цирку и хорошо тогда бы на занимать топ-1 может быть давай крыль и cd в москале хватит меня заговаривать рув татс и вести заговаривать мы больше не будем с москалем писали меня заговаривание ну смысл подожди смотри вот чувак делает плюс джамп но начинает позже вот что выгоднее кому как выгоднее просто пройти карту с наибольшей скоростью ты гений это как цитата тентера чтобы сделать бус надо делать вот так вот да да хорошее 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 да чистенько интересный circle так собам да идеально словил кстати да видимо без дебилджампа там не долетается ну и ладно хороший поворот а я врезался некачественно слишком широко на финиш зато надежно это типа есть ты сделал большой плюс это надежный способ сохранить его ну да ну ты этот плюс также потеряешь как бы немножко если ты слишком широко пойдешь не да где-то примерно 0708 теряется так вот надо финиш финиш конечно да скажем так двадцать единый пять почти почти шесть бой он делал сгим его немножко задержал оба выключены по видео через версия рампы у нас не ну с другой стороны я не думаю что beatrix думал что эту карту поставят на варкап как бы так в защиту beatrix да и возможно он просто типа вот у него была идея он быстренько замапил и зарелизил а мы такие гопа на варкап поставили а там триггеры не дотянуты текстуры оба нету и что никто не знает что там оба вообще существуют да вот сейчас чел сбрасывал но мы способом скорость он кнопкой назад сбрасывал как я говорил мы сейчас увидим все способы возможны просто все возможные мысли 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 мы не мысли мы давай дальше так 21 2 некрапсай некрапсай не смотрит наши не смотрит обзоры как дела москаль как на учебе да нормально все супер челю пока такое время чилово немножко как на личном вроде москаль на лично все хорошо а у тебя но пока жениться не планирую я пока тоже видимо ну и хорошо вот и дамку посмотрели ладно краксил 21 краксил кстати тоже вроде не смотрит а ну чё егор чё завтракать будешь сегодня я ишинку готовить буду а ты чё вот это кстати был пример оба когда ты вроде словил но прыгнул слишком поздно и ты как бы чуть-чуть даже потерял получается после у да лучше перепройти в таком случае поэтому нет уж никого смысла продолжать нету туда тут как бы в дефраге много моментов где лучше просто рестарт так сказать сделать про космонавт 29 пристально моим взглядом так сказать врезался в стенку право и 5 врезался стенку что такое много скорости это же надо контролировать москаль не ну ты видел он вылетал стп врезался в левую стенку зачем хороший кстати и хорош финиш ну давай уже на таком уровне нормально относиться на хера было врезаться стенку если можно было аккуратно там зону подобрать чтобы не врезаться видно же что с контролем небольшие проблемы пока у людей на москве я на каком уровне вы посмотрели 10 см она в скуку уже играет ты чё надо посерьезней она сергей 29 нормальный air bounce он присел кстати там важно было приседать потому что врезаешься в потолок он там довольно низкий и он режет скорость там же рампа ну хороший хороший финиш хорошие планы и движения у него такие четкие по движения хорошие но и ниш надо было конечно пораньше скорость сбрасывать получается что пока сбрасывал скорость уже полпути пролетел эти полпути вот мог бы уже на финише быть как бы ну немножко нечетко получилось но вот эти моменты со сбрасыванием скорости еще и такие повороты еще и с кнопкой мне кажется это очень тяжело типа технично да да это очень тяжело сделать каким-нибудь ну не очень опытным игрокам поэтому да тут как бы претензий никому нету нужно дергать очень резко и на определенный угол а маска знает как надо дергать пишите в дискорд ему чтобы узнать как дергать пишу подробный гайд так ну рэйван неплохо уже побольше скорости то у него тоже мне тоже врезался и я зи с ежипта оба может мне хватало скорости для оба может быть о факт остается фактом ух ты и смотрю как повернула и абрам скорость потерял жалко вот кстати хорошо завернул плюс-минус да он заранее под сбросил скорости потом завернул а кузлех наш обожаемый и зуба обувь изучена кузлех и муж не нашел и хорошо затем т.п. много скорости дало ему что кажется радостно один нормально он 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 как бы тоже врезался в при этом у у него 700 сохранилось как бы да но он зря в конце переключился на кнопку вперед он удлинил траекторию все таким образом надо было продолжать стрейфами чё кстати чё кстати а кстати чё а кстати я думаю что у всех почти у всех по дефолту выключены обы потому что на варкапах обычно карты без обов да что ты говоришь а почему тогда на карте порнстара у больше чем половина людей оба были включены не знаю а почему здесь то выключены а не знаю может уж меня хотят позлить ребят пожалуйста если оба на карте не нужны выключайте их это очень важно не доставайте меня и не заставляйте меня рассматривать каждую рампочку под микроскопом словили вы там рандомный оп не словили вы рандомный оп рампе самое легкое увидеть рандомный оп чё ты там под микроскопом разглядываешь валендатор бля вообще-то вообще-то это важно вообще-то Егор так важно так это изи увидеть это не надо под микроскопом разглядывать есть у тебя на карте 20 тысяч рамп ты не увидишь видишь в смысле не увидишь в Москве Егор на варкапе было два рандомных оба ты заметил только один на обзоре так что не надо а всё Чё не надо, Москаль, где второй? Ты не заметил, ты на варкапе, на обзоре не заметил Так я и не смотрю демки на наличие херни, Москаль Я, может, только вот и ТР не заметил Ты сказал про один вербаланс, тогда скажи про второй Чё? Ой, всё, Москаль, ты вообще не про ту говоришь Про что? Я тебя не понял Ты сказал, можно легко заметить Так и один ты заметил вербаланс, а второй почему? Я не говорю про ту карту, я говорю вообще Чё, ты не увидишь, что ты рандомный опс ловил на карте или чё? Хорошо, я увижу, а почему люди ловят и отправляют демки? Потому что люди не знают, потому что Носф запретил обы И люди не знают, что такое обы, как они работают и всё это О, ты видел, как он сделал? Он по-моему к трешному сделал Да, по-моему к трешному тоже вариант Это вообще уникальный херня То есть он прилетел через маленький уступчик там Ну, выемку такую На финише Я показывал её на обзоре Угу Так, Деку Владивосток Слушай, ну я с тобой не согласен, я потом тебе напишу Ой, да пиши Что я с тебя добавлю Не надо Что ты со мной споришь, Москаль? Не, ну ты говоришь, очевидно Да, их легко Ну, типа Я не говорю всем легко это увидеть Я говорю, что конкретно нормальным опытным игркам Ну, не нормальным, опытным Хорошо опытным, так скажем Многоопытным игркам увидеть рандом Ну, оп, легко А у нас валидаторы кто? Ты? Кто ещё? Да, в последнее время только я Ну, Димон Ну, Димон Димон... Не, ну смотри, окей Да, я приведу пример Если рампа очень низкая И если делать идеальный даблджамп Под углом То есть под острым углом Чтобы ты не высоко подлетел Очень сложно поймать Понять Ты стоил оп Или стоил идеальный даблджамп Это надо, блин Наибольшую скорость надо рассматривать Сколько таких карт с такими моментами у нас? Ну, я не знаю Каждый ворка Ну, вдруг будет Я на будущее, чтобы молодёжь На будущее Что они никогда, возможно, не встретят И не сделают Потому что я такое делал, наверное, два раза За всё время Ой, всё Next Обла-а-а Интересный ник Скотландии Кс-та Из оба Ты думаешь, он так и произносит? Конечно, я так думаю Я же Написано же Скотланд Да-да Ой, хороший поворот Да, очень По стеночке По стеночке Ну, скорости много сохраняется, но траектория слишком широкая получит Так, R-D-D-P-Y И опять он зачем-то наперёд переключился Зачем? Так удобнее, может, было им Я не знаю Ну, хотя бы так Это же хорошо, что они находят какой-то вариант вообще решения своих проблем Может, через кнопочку вбок не получалось Может, скорости теряли как-то там ещё что-то А через кнопочку вперёд всё хорошо Ну, может быть Так, Carcus Ша С 20-0 уже Как тебе стрейф-обзор? По кайфу? Ты по кайфу А запретить стрейф, а не оба Ну, чтоб тебе скучно не было Я с тобой сижу тут Слушай, нормально, в скорости А, я в конце же всё-таки через бок Через стену Пошироко и проще, конечно, так, на финише Но надо понимать, что ты жертвуешь в этом случае таймом Да А, тут ещё такой момент, типа Что, с чем я О чём я недавно начал Ой Недавно начал Почаще думать Не все люди играют на победку Типа, не у всех психология чемпиона, так скажем Знаешь, что такое психология чемпиона? Понятно, да Некоторые по кайфу играют Просто Ну да, и вот, например Не знаю, как Кузлех Возможно, Кузлех просто старается, да? А, кстати, давайте скажем спасибо Итогу Во-первых Спасибо Итог И скажем спасибо Кузлеху за поддержку И скажем спасибо Константину Владимировичу за поддержку Я не знаю, кто такой Константин Владимирович Если что, это не Кузлех Потому что в Телеграме там уже начали спрашивать, кто такой Константин Владимирович Мы не знаем Он не рассказывает, кто это Это анонимный доброжелатель, так сказать Хороший И, собственно, ссылка на Телеграм в описании Подписывайтесь Там пока маловато новостей, потому что на работе завтыки Но вы подписывайтесь, там всякие анонсики Штучки, мемчики иногда бывают И вебкам-то купил? Нет, еще, нет Да некогда вообще даже Я еще даже не выбрал А будут обзоры с вебкамом? Нет, зачем на обзоре вебкам? Мешать только будет Чтобы все смотрели, как я сонный В носу ковыряю, пока там прыгает какой-нибудь кузлех Ну, для женской аудитории Да нет Ну, короче, так, карплюс был Пилу Спасибо всем за поддержку, ребят, очень приятно Так, оба выключены у Пилу Пилу А что, потому Пилуу, это подушка вроде, да? Не помню Не помню Или ты не знал? Смотри, как он хорошо очень сделан Сначала влево попадался, потом вправо И таким образом у него траектория была очень плавная Так сказать Он не врелся в стену Ну да, то есть Хорошее решение Расширил себе изначально Типа траекторию Чтобы поуже в итоге зайти Да? Так, грейдж хай 19.8 Фреймы, фреймы пошли А, все Ну тут реально фреймовые, по идее, демки должны быть Слушай, пока один и тот же способ используют То есть без оба и падение вниз Ну или слабый, оп На рампу и потом на рампу Или не знали, что там оп Какой дерганный финиш, но хороший Да, хорошая Так, Зил из Франции Йоу, Зил! Если вы смотрите Зил кап 24 рокот вершин Он по риму перед ТП И это дало ему вертикальную скорость От прыжка, кстати Тоже как вариант был А, через широкую Да, уж Зил расстроил ты меня Так, что там Антоха Антон Петрович Здравствуйте, 19.6 Не идеальный вербалнс Ой, врез из потолок он Кнопкой назад заворачивал, как вариант То есть при небольшой скорости Кнопкой назад выгоднее заворачивать Чем забрасывать рывком По идее, да, Егор? Ну хотя этот структуру карты зависит Заворачивать кнопкой назад? Нет, смысл, перед заворотом Заворачивать скорость Ну, я не так сказал Ну да, иногда можно и кнопкой назад Ну я тоже сонный Я встал пораньше, чтобы обзоры записать Пораньше надо было, да? Нет, я говорю встал пораньше Ё-моё Не знаю, я встал Получается Во сколько Ладно, не важно Ну у меня она час раньше, чем у тебя Так что Так, глубокий дэмэдж Подавай Ну да, она часа У тебя 9 О, видимо, он волстрейф использовал По-моему, первый человек, который использовал волстрейф Да мне кажется, этот волстрейф фигня какая-то, нет? Не, нифига Ну, по крайней мере, я тестил Мне это нормально так давало Сколько? Пять упсов? 10, по-моему А сколько попыток ты об эту стену Типа просто врезался и терял скорость? Ну там такая траектория, что очень часто я ловил этот волстрейф, поэтому нормально Я Это Предрачился Да, в общем Очень хороший телепорт получился у глубокого дэмэджа Ну и в целом прохождение быстрое Финиш хороший Ну да, то есть Важно для игроков найти такую траекторию, чтобы телепорт давал как можно больше вертикальной скорости Вот мы сейчас будем смотреть Книжные исполнения разные Ну вот это пока первый человек, который 1300 с телепорта выскочит Да Это Кошаков 28, 27 У всех андедов проблемы с цирком какие-то У всех андедов проблемы с серверами, я думаю, потому что андед клан про давно не существует Лучше туда ссылку на порнхаб какой-нибудь закиньте, типа Какая-то полезность хотя бы в этом была, нет? Хорош финиш, хорош Да, очень качественно, нормально Так, Торнер 18,6 Кантри хир Слушай, а я объясню, зачем был стрейф Как бы тут нужно постоянно набирать скорость А структура зон такая То ты в какой-то момент перестаешь ее набирать Потому что зона заканчивается, там поворот такой неудобный на оп Ну и мне было просто удобнее стрейфить Мне кажется, что ты усложняешь Я усложняю? Ну не знаю Да, финиш, конечно, не очень Но в остальном вроде как неплохо получилось Так, это уже топ-5 Да, это уже топ-5 Не показалось ли он на рамочку упал маленькую? Ай, я бы зацепил чуть-чуть Хорошо бы завернул, жалко Да, может ты Не знаю, из 18 я бы, наверное, не вышел Но 18-1 бы, наверное, было Нормально завернул Где-то так, да Ну а чё с 17.5? Нифига, разрыв, да? Разрыв, да, ничего себе О, видел? Заюзал Вот видишь, зона кончается И стрейфить уже некуда Поэтому валстрейф для этого был нужен еще Не только для скорости, а для удобности зон Слушай, нифига, нормально завернул Ой, как рано Ух ты! Смотри, что? Открой консоль, консоль Гифка в консоли Ага, принтами Мы не будем все смотреть А, там нельзя все смотреть Там консоль забита до предела Я проверяю Так, Пузо, третье место Поздравляем Пузо Пузо, Слава, Слава Пузо Слава Пузо Его правый циркл фирменный А вот правый циркл решает все твои проблемы 1500 почти из телепорта Да, качественно Он упал в телепорт Очень хорошо завернул Да, но правый циркл таким В чем его проблема? Ты как бы старт пересекаешь раньше Потому что зоны используешь Более, как бы сказать Ближе к старту И на несколько фреймов Ты старт пересекаешь раньше Это важно Лучше делать циркл через 2-2 зону Хорошо, Маскай Пусть записать гайд, ладно? Да По левому и правому цирку Так Ну, что? Все, второе место Поздравляем тебя, Маскай Все еще даже Даже не 16 Вот что произошло? Да вообще-то это сложно было, Егор Стараться лучше надо У меня был ВР Почти до последнего дня варкапа Ну, как-то финиш Может было бы лучше немного, да? Ну, вообще я притык прошел Там, ну, этот Если я выше, я бы на этот На триггер упал бы Не, по траектории Можно, мне кажется, полу Не знаю, не знаю Ну, тут надо, чтобы А какая разница, Егор? Какая разница? Если я делаю траекторию лучше Я перелечу в финиш То есть, понимаешь? Значит, стрелять по-другому Знаю, короче... Ну да, вот у Квазара лучше финиш На чуть-чуть буквально Я уже сказал об этом Сейчас увидим Поздравляем, москаля, вообще-то Я сказал вообще-то А, да, я, видимо, это Мне залагало, сорян Тогда Я тебе перед темкой сказал Вообще-то, ты чё? Сорян, сорян Я, видимо, это Завтыкал Не, ну, Квазар Качественно, конечно, тоже Качет Вот, видишь, он Он чуть-чуть влево А потом направо Да, я тестил так У меня не получалось Потом направо завернуть Это очень сложно Надо очень рано выстрелить в кнопку То есть, буквально Ты видишь кнопку И в первый же фрейм стреляешь У меня не очень получалось Это Квазару, видишь, несложно Поэтому я решил просто Через правый сброс сделать Ну, красавчик Красавчик То есть, у него всё такое же Кроме финиша Ну, и вот он завернул Он сохранил больше скорости И у него больше скорости было После поворота Вот такие дела Так, ну, давайте посмотрим Таблицу Ты можешь на сайте открыть Я не знаю Давай, открою А можешь не открывать Чё тут? 13 демок ВКУ-3 32 демки ЦПМ Давайте, ребят, ВКУ-3 Побольше играть Чё-то ЦПМеров Два раза больше, блин Чем этих ВКУ-3шников А так разнеть всегда было? Не-е-е-е Не-е-е Да? До твоего рождения Вот тогда вот В ВКУ-3 играли больше И было примерно одинаковое Количество игроков В ВКУ-3 ЦПМ И всегда было интересно Типа Ну, раньше всякие Вапуры ещё играли Там Трашеры Вот эти вот Да, ВКУ-3 что-то обнищало Обычно На Варкапе Посылают демки Те, кто в ЦПМ отправляют В ВКУ-3 тоже поигрывают Иногда Начо с эффекты Я Да Да Все Тут все Кроме Флана И кто Ну да Чистых ВКУ-3шников Мало Единицы Не, ну это хорошо Играть надо обе физики Как бы Но Ну а то Но чистых ЦПМеров гораздо больше Это правда Что поделать Так, чё А у нас следующая карта Уже чё А, окончание Да, идёт Давай посмотрим Замедление Кого? Топ-1 Оба, чё Кого? Замедление? Ну небольшом Для повтора Чё Ну давай Я подробнее расскажу Где я проиграл Давай, Москва Как бы я Два топ-2 Но важно же понять Ну можно побыстрее Ну ты чё, эй Издеваешься? О, там не зерк Там не зерк Ааа Ну сделай быстрее Ты чё издеваешься? Во 5 05 7 тебе хватит Ладно Ну чё Сейчас бы Стрейф В таймскелле Высмот Ну видишь, да Получается Он как бы Сделал для себя проще Использовал маленькую рамочку Но на 400 Вошёл медленнее То есть он не соскальзывал А делал дополнительные полпрыжка Ну здесь всё так же И здесь он чуть раньше Сейчас Вот чуть раньше Он дёрнул влево И таким образом Он сделал Ну почти ским И траекторию идеальную сделал Видишь, да? Ну и финиш очень чёткий Вообще чёткий финиш Я не знаю, как он так сделал Заранее начал тормозить И прямо в момент касания Сделал Красавчик Так, ну а Казар Видишь, он делал лишнее дёрганя Я не хотел лишнее дёрганя делать Поэтому я делал влево По факту то же самое получалось Даже чуть медленнее скорости Ну так же Уговорил Воскаль хорошо В зону не попал сначала Вот тут больше скорости Чуть-чуть Здесь он выиграл сотку И здесь выиграл где-то 70 Ну и где-то ещё выиграл чуть-чуть Хер знает где Везде по чуть-чуть На страйфе так работает обычно Везде по чуть-чуть выиграл Ну да, да, да Обидно вообще-то Я расстроен два топ-2 Вообще-то Нормально Чё, не расстраивайся Ты ещё раз в топ-3 займёшь Вот тогда обидно будет Я был в топ-3 На прошлом варкапе уже Ну тогда твоя задача На каждом варкапе Занимать разное место Не повторяться Понял Всё Сэр, я сэр Значит, типа Топ-15 был когда-нибудь На варкапе? По-моему, да Надо смотреть историю Я не знаю Вот посмотри, если не был То надо 15-е место Не знаю, как ты это будешь делать Но если ты будешь Будет повтор, типа Я спиной Правда, понял Ты Да, эту демку Та смотреть просто не буду Спит В смысле спиной Ты охренел? Чё? Мы смотрим Хороший Да мне Да хоть Блять Хоть и сальто назад делай По всей карте Москаль Ты вообще-то Димон Дал приз Оригинальный Сказал Димон Спиной проходил Ты чё? Он вообще-то старался Я сомневаюсь, что ты спиной Топ-1 место займёшь Москаль Ну, ты во мне не это Давай, вот на этой Ты вот на этой спиной проходишь На Рокетпасте Я её не играю Я Какой день зарубаюсь На этой На карте Ниба С Анхом И со всеми Букатришниками вместе Понятно Опять стрейф В смысле стрейф? Это Рокет жёсткий Ты чё? Ты чё? Опять свои вот эти вот Ты чё? Ты вообще не шаришь вообще? Ну ладно, короче, ребят Вроде бы всё сказали Всё показали Ещё раз спасибо Кузлеху И Константину Владимировичу За поддержку Спасибо у нас Калюз За то, что посетил нас Сегодня на обзоре Чтобы я не умер от скуки Да всегда, пожалуйста Ну и всё Подписывайтесь, так сказать В Телеграм, на Твич Возможно, стримы скоро будут А возможно, нет Ещё надо много роликов записать Потом будут стримы Ты не сказал Сейчас же было два подряд Варкапа стрейф Значит, стрейфа долго не будет Ты кайфанёшь Да, может и кайфану Но если Как бы на карте Одна ракета И это всё ещё Стрейф Это Одно и то же Ну это не лавалав же Поэтому Ну лавалав интересно, кстати А ты говоришь Одна ракета неинтересна В плане Если там 15 секунд стрейфа И одна ракета Лавалав-то там Чё? Ну ты конкретней Давай свои эти параметры Да ладно, короче Короче, всё, давай Давайте Всем удачи Всем пока Давайте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok